Машньюз приветствует вас. В этом выпуске рассказываем, когда ожидается появление ракета-носителя Старт-1М на базе межконтинентальной баллистической ракеты Тополь-М, почему пушку Турель от Лобаев Армс раскритиковали сетевые пользователи, затронем ударный квадрокоптер для дистанционного минирования, который представили Сергею Шойгу, также дрон Камикадзе от Объединенной авиастроительной корпорации и обратим внимание на укрытие от авиабомб, которые обещают сделать легко возводимым. Легкую ракету Старт-1М на базе межконтинентальной баллистической ракеты Тополь-М разрабатывают в интересах Минобороны и Роскосмоса. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, дата запуска запланирована на 2026 год. Новая ракета-носитель сверхлегкого класса Старт-1М грузоподъемностью до 500 килограммов продолжает линейку серии Старт. Немного о ракете. Старт-1М уже называют второй жизнью русского Тополя-М. Создается путем замены боеголовки на полезную космическую нагрузку. Эксперты обращают внимание на то, что в данном случае особо нового создавать не надо. Лишние большие доработки, соответственно, за счет конверсии ракет существенно снижается и себестоимость запусков. Как отметил собеседник ТАСС, Старт-1М можно запускать с мобильной пусковой установки. В пояснении разработчик Московский институт теплотехники добавляет, что комплекс обеспечивает подготовку и проведение запусков космических аппаратов массой от 150 до 700 килограммов на орбиты высотой от 200 до 1500 километров с космодрома Восточный Плесец. Напомним, запуск ракеты-носителя Старт-1 был осуществлен с мобильной пусковой установки типа Тополь 4 марта 1997 года с военным низкоорбитальным спутником связи Зея на борту. В декабре 2000-го такая же ракета отправила со свободного спутник дистанционного зондирования «Эрос», построенный на базе израильского спутника-разведчика. Читайте краткие обзоры ключевых событий в промышленности в нашем телеграм-канале «Новости промышленности». Главе именобороны Сергею Шойгу на полигоне Московского военного округа представили ударный квадрокоптер для дистанционного минирования в условиях низкой видимости. Изделие оснащено универсальными системами для сброса боеприпасов разных типов в зависимости от задач. Повышенная защита каналов управления и передача данных позволяет избежать помех противника. Как отметили сами производители, немаловажную роль играет простота в эксплуатации и удобный программный интерфейс, благодаря чему на подготовку операторов данного типа БПЛА может уйти всего две недели. Сейчас предприятие готово выпускать 30 таких квадрокоптеров в месяц. В дальнейшем планируется нарастить выпуск. Пушка «Турель», которая должна защитить российскую бронетехнику от FPV-дронов, разрабатывает компания по производству сверхдальнобольных снайперских винтовок «Лобаев Армс». Как отметил в беседе с РИА «Новости» руководитель предприятия Владислав Лобаев, это направление не является традиционным для компании. Однако она не может стоять в стороне, учитывая, что применение FPV-дронов противникам представляет одну из главных проблем на фронте. Антидроновая пушка будет представлять собой компактную вращающуюся роботизированную турель. На данном этапе идет отбор калибра. Выбор между патроном гладкоствольным оружием 12 калибра, а также промежуточным патроном калибра 7,62х39 и 5,56х45. Новый антидроновый комплекс может работать из бронемашины и станка. Нужно отметить, что после появления на видео с прототипом стрелкового комплекса, одним из главных замечаний пользователей были медленный привод и стабилизация стрельбы. В свою очередь Лобаев уточнил, что пока сознательно ушли от каких-то конкретных тактико-технических характеристик, в итоге изделие может измениться. Также окончательная система может быть двух-, пяти- и даже шестиствольной, причем возможна комбинация гладких и нарезных стволов. Напомним, самой популярной моделью, произведенной Лобаев Армс, на сегодняшний день является снайперская винтовка «Сумрак». Дальность поражения, целью которой 4 километра, является рекордной. Еще один вариант в борьбе с дронами. Комплекс на базе Тайфун ВДВ предлагает Ростех. Бронеавтомобиль с колесной формулой 4х4, комбинированной с защитой из керамической брони и сниженной снаряженной массой. Вооруженный 30-мм боевым модулем со снарядом с управляемым подрывом, Тайфун ВДВ должен прикрывать войсковые части и подразделения, в том числе на марше. Может десантироваться парашютным способом самолетов военно-транспортной авиации. По словам индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Ростех Бекхана Аздоева, инженеры прорабатывают несколько вариантов расширения возможностей ПВО в борьбе с беспилотниками. Это включает в себя использование 57-мм или 30-мм артиллерийских шрапнельных выстрелов с управляемым дистанционным подрывом на базе комплексов «Деривация ПВО» и Тайфун ВДВ. Читайте краткие обзоры ключевых событий в промышленности в нашем телеграм-канале «Новости промышленности». Объединенная авиастроительная корпорация запатентовала беспилотник воздушного старта одноразового применения. Дрон Камикадзе запускается со штатных авиационных катапультных устройств типа АКУ-58 с внешних точек подвески и с универсальных внутрифюзеляжных катапультных устройств типа УФКУ-50 с внутренних точек подвески самолетов фронтовой авиации. Внутри фюзеляжа БПЛА размещена боевая часть, которая представляет собой фугасный, осколочно-фугасный, осколочно-фугасный зажигательный и кумулятивный заряды. Беспилотный летательный аппарат имеет силовую установку, оптическую систему, датчики навигационной системы и бортовую интеллектуальную систему поиска и наведения на базе нейросети. Силовая установка беспилотного летательного аппарата представлена одним турбореактивным двигателем, обеспечивающим полет на высотах до 8 километров со скоростью от 130 до 715 километров в час. Исходя из рисунка по размещению дрона Камикадзе, предполагается, что самолетом-носителя могут выступать не только фронтовые бомбардировщики Су-34, но и истребитель пятого поколения Су-57. Ну и в продолжение защиты от воздушной угрозы. Новое фортификационное сооружение в ближайшее время пройдет тестирование в зоне СВО. Это легко возводимая конструкция из гофрированного металлического листа для строительства защитных убежищ от минометного огня, осколочно-фугасного воздействия снаряд и авиабомб, сообщила компания-разработчик Доргеотех в беседе с ТАСС. По словам создателя, изделие предназначено для быстрого возведения щели, землянки и легких убежищ для размещения и защиты личного состава. К тому же конструкция поможет защитить бойцов от неблагоприятных погодных условий на передовых позициях. Листы произведены из оцинкованной стали толщина от 2 до 3 мм. К примеру, трудозатраты на перекрытие щели окопа длиной до 6 метров составляет 30 минут командой из двух человек, а с учетом ручной отсыпки сверху не более полутора часов. Листы отличаются прочностью и могут быть использований как для прохода личного состава, так и для движения транспортных средств. Рассказали в Доргеотех. Ну а на сегодня все. Мы продолжим следить и рассказывать вам о премьерах, дебютах, триумфальных возвращениях и просто плановых разработках конструкторов и инженеров российского военно-промышленного комплекса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова